То, что интерес журналистов к новому составу городского маслехата чрезвычайно высок, было понятно еще до начала заседания. Наши коллеги из местных и республиканских каналов, газет и порталов собрались заблаговременно. Официальная часть встречи началась с поздравлений и вручений нагрудных значков депутатам. Поздравляя народных избранников с победой, Аким Бауржан-Байбек призвал весь депутатский корпус с большой ответственностью подойти к своей работе, чтобы оправдать надежды тысяч избирателей. Мы должны работать, мы должны в городе обеспечить единство, согласие, стабильность. Для этого вопросы должны решаться. Избиратели ваши должны знать, что те наказы, которые они вам давали, вы с трибуны и пользуясь мандатом депутата, вы будете решать и поднимать. Это, в свою очередь, будет повышать доверие в целом к системе, доверие к исполнительной вете власти. Потому что, когда избиратели будут видеть, что депутаты не дремлют, понимают, говорят, мы решаем эти вопросы в интересах горожан, это в целом будет повышать доверие к власти здесь. Поэтому на вас возложена огромная ответственность. В ходе собрания депутаты единогласно оставили Калдыбая Казанбаева своим секретарем, а председателем второй сессии Маслихата выбрали Рахмана Алшанова. Утвердили делегаты и глав всех шести комиссий, в том числе по экономике и бюджету, по развитию транспорта и жилищной политики, по строительству, развитию бизнеса и ЖКХ, а также местного госрегулирования. Сами народные избранники обещают во главе угла ставить актуальные вопросы города. Основной задачей будет решение вопросов горожан. У нас есть большая принятая программа развития города Алматы до 2020 года. Соответственно, плотно, я думаю, нам нужно все вместе объединиться, заняться ей, потому что это наш любимый город. Мы должны все работать над решением проблем актуальных. А вот самый молодой депутат Маслихата, актер Асалхан Тулепов, которому уже пришлось отбиваться от критики в свой адрес за столь юный возраст, пообещал активно заниматься вопросами развития спорта и культуры в Наур-Узбайском районе. Критика, наоборот, придает мне силы и стимул для работы. Я ни на кого не обижаюсь, уважаю мнение каждого человека, кто высказался. Поэтому я не на словах, а на деле хочу доказать, что народ меня выбрал не зря. И даю слово, что буду много работать и оправдаю доверие своих избирателей. Наш район новый, и мы приложим все усилия, чтобы через 2-3 года он был такой же развитый, как Мдеуский и Алмалинский. Всего в городской Маслихат избрали 37 депутатов. Из них 30 мужчин и 7 женщин. В целом состав обновился на 65%. Маслихат Алматы впервые прошли делегаты сразу трех партий. Нур-Отама, Акжол и Аул. Ильзат Акчурин, Рашидин Якупов, Телеканал Алматы.